Вот это графика Иогуны и поговорим о его жизни. Иогун Сергеевич Шатокин народился 25-го лютого 1947-го года. И как раз в этом месяце все бы собирались лечить его 65-ми годами. Но теперь мы робим у его память вот такие поседжения, чтобы ушановать этого любитного белорусского мастака, громадянина Змара. И он родился в Пинску, городу Наполисе, и, кем назавсёдый, стал его малородимым. Отгул и он отправился в Великий Свет, и куды он завернулся. И он не мог не завернуться, в этом его корене. И завернулся туды, а маль, что после 25-ти год ехал подорожа в Великая Життё. И он имел нелёгкое життё. Зъехал учиться в ПТВ в городе Бранску, калима было только 15 год. Учился потом в вечерней школе, працавал рабочим слесаром, потом знов учился в пединституте ОРГ и в Академии дизайна и мастатства в Харкове. Уже на предопушным курсе он удельничал в выставе студентов в Москве, студентских працев в Москве. После закончения Академии лёд закинал его на российскую полночь в Великий Устёг. Життём там было, ну, вельми складанным, часов поголодным. И он человек, який был непохисных принципу и переконанню. Я шел в юнацстве, як рассказывал об этом Владимир Орлов о своём артикуле про Шатохина, про Явгена Шатохина. Я у гон, я у ген сэдэйных меркованню вырашыл не служить у советской армии, а как здеяний свой намер, не эти час пришлось вести поуголодное, а часом небеспечное життё таёжного самотника. Яго хотели притягнуть затумьянство. В той час это было вельми лёгко зарабить. И одной че он попал полицейскую, у милицейский участок. И милицаянт ровно ёл. На руу милицаянта, ты дзе працуеш? И он спокойно отказал. Я моста. Я на праце и в день, и в ночи. И он сказал, гэта с такой упэнвнастю, што даже гэта милицаянт стишуся и трохи раз гублена прамовлю. А маль, як я, колеги. Колеги патісныли адно другому руке и разошліся, и справа не мела ходу. Гэта буў такі чалавек, які мог уплываць на другіх. Прыўдам ён великий романтык. Яго вабять морскі подарожжы, нічаканай сустрэчыць. Калісті пад Піццарам ён набув старэнкі лэльбот з рухавіком, наладзеў ветра зінаїн і адолю тысячі кіламетраў па паўночным рэка, ані, ані, анігі, і праўёв 12 навігацій на Белым море. Йон полюбів гэтэ край, яго суровых людзей, ён маляваў, ўвэз час маляваў, ён зробіў веліку колькас малюнкаў прысвечених паўначын. Йон не ўкнуўся до відомасті, а яго працы працягнули увагу знавцам, і яго перша выстава ўвэлэсі ў Велікім Устюгу. Йому було 32 гады, а ўже ў 34 гады, выстава ладялась ў Москве, ёго працынальна вистава ў Москве. Де ёго прыходзіць прызнання, і ўн стаў, становіцца мастаком Беларусь, мастаком Саюза, зябрам Саюза Мастакоў СССР. Йон мог бы стаў знакамітым мастаком Беларуського паходжуні ў Расеі, а ён ўчаваў ўседаў Беларуцам. Його ба Беларадзіма. І вось, амаль пасля 25 гадыў на Расейскаў паунычы ён звертаецца пад ветра зимі сваўго карамля ўгодны гора. Гэта бала падароўже па каналам, рэкам, да Падмосковје, там ён погрузіў свой карабль на платформу, і ў Гомілі спустів і Пасприпіц прыбув ў сваеродныў Пінс. І як ён сказав, я чув сябе щаслівым, калі моя яхта закалыхалася на хвайне в Припіці. Тут реалізуўіцца яго влізарны жыцьёвый досвид. У Пінску ў тысача девяцсот восемцт восемь годзі адразва пасы прыезду ў Пінск ён чалавек дзелікай энергиў. Ён арганізуў і узначалюў дзцячу школу выявленчуўа мастацтва, якую мараць зробіць в учэльній Беларускай акадэмі мастацтва. Уже была дамовленна с акадэміей. Нажарь, яго задума не справдзілася, не здалі новы часы. І ў тысача девяцсот девяноста сёном годзі ў яго адабралі эту школу. Яго просто знялі з пасадэ дирэктора. Ён был пазбауліць сваў працы мастацкай школі за сваў актывну гравматскую пазіцію. Алі ён паспіў зарабіць чатыры выпускі ў гэтай школі. І з гэтых чатырёх выпусків сорок шэсть дзівчат і хлопців звязали сваў жыцьо з мастацтвом. Мы маєм письмо адной ёго учениці і Татьяна зачытаєм. Ході сюди. Це Лидія Яблонська. І она была здесь ў нас під цапкой. І она была короткі час жила в Нью-Йорку. А тепер і ёна усе піля. І гості нада слава своїй сподівник.